Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду, 19 июня. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Давайте рассмотрим экономический календарь и наиболее важные события, которые ожидаются сегодня. Безусловно, самый важный и, наверное, единственно важный отчет, который выйдет сегодня, это отчет по инфляции в Великобритании. В месячном выражении по прогнозам ожидается, что инфляция вырастет с уровня 0,3, и 0,3% до 0,4%. Но, что интересно, ожидается, что годовая инфляция достигнет целевого значения в 2%. Безусловно, мало кто ожидал, что Великобритания, где совсем недавно инфляция была выше 10%, так быстро сможет с ней справиться и вернуться к целевым значениям. Что ж, сегодняшние отчеты покажут нам, насколько действительно экономика Великобритании с этим справляется. На текущий момент времени валютная пара фунт-доллар торгуется выше отметки 1,27, примерно 1,2705. И, безусловно, позитивные данные по инфляции могут способствовать тому, что британская валюта будет слабеть по отношению к доллару. С чем это связано? Дело в том, что буквально уже завтра в 11 часов по времени GMT выходит другой очень важный отчет – это решение Банка Англии по процентной ставке. И если инфляция снизилась к целевому значению, то, вероятнее всего, Банк Англии может принять решение о том, что высокие процентные ставки на текущий момент времени не позволяют расти экономике. И если инфляция достигла целевого значения, вероятнее всего, ставку можно снижать. Если мы увидим такой исход событий на финансовых рынках на этой неделе, то есть очень высокая вероятность того, что британская валюта по отношению к американскому доллару снизится ниже отметки 1,27 с целями 1,26 и ниже. Каких-либо других важных событий в экономическом календаре сегодня нет, поэтому следим только за этой статистикой. Из других инструментов, на которые мы с вами всегда обращаем внимание, это валютная пара евро-доллар. На текущий момент времени евро котируется на отметке 1,0740. Цена находится под давлением продавцов, поэтому в течение торговой сессии мы ожидаем снижение ниже отметки 1,07. Что касается сантимента, что по евро, что по британцу, они сейчас находятся в паритете, примерно 50 на 50, поэтому вероятнее всего, именно новостной фон, который выйдет сегодня, может эту картину существенно изменить. Золото. Золото на текущий момент времени торгуется на отметке 1,330 долларов за унцию. У золота впереди два достаточно сильных уровня, это 2,340 и 2,335. Безусловно, это очень важное значение, то есть от которого цена, как только к ней подходит, начинает отбиваться, несмотря на ухудшающую ситуацию на Ближнем Востоке. Буквально недавно Израиль сделал несколько заявлений о том, что операция будет продолжаться. Несмотря на это, золото пока никак не отреагировало. Будем следить за событиями, наши цели остаются прежними, ждем снижения золота ниже отметки 2,330 долларов за унцию. Нефть марки Brent. Вчера в экономическом кальдере выходил отчет от Американского института нефти по запасам, и запасы нефти снизились, точнее выросли на 2,2 миллиона баррелей. Несмотря на это, мы увидели, что нефть марки Brent и нефть марки WTI до сих пор показывают тенденцию роста. Вероятнее всего, это техническая коррекция, потому что фундаментально непонятно за счет чего нефть сейчас должна расти. Мы также придерживаемся стратегии, что при подъеме цены нефти выше отметки 85-86 с точки зрения технического анализа необходимо рассматривать позиции на продажу. У нефти марки Brent есть все шансы для того, чтобы снизиться ниже отметки 80 долларов за баррелей, возможно, даже еще ниже. Следующий отчет по запасам нефти выходит на этой неделе в четверг. Мы будем внимательно за ним следить и ждем, что запасы опять-таки будут расти и на этом фоне нефть будет снижаться. На текущий момент времени это были все наиболее ключевые события, инструменты, на которые стоит обратить внимание, по нашему мнению. Уважаемые трейдеры, вам желаю успешной торговли.